МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа о республиках, в студии Ольга Пыречкина. Сегодня в Доме правительства обсуждали итоги социально-экономического развития Чувашии в первом квартале 2015 года за три месяца. Ряд обрабатывающих предприятий показал положительную динамику. Однако в целом промышленности не удалось достичь показателей соответствующего периода прошлого года. С начала года на многих предприятиях идет рост производства. Однако, по словам заместителя министра экономического развития Виталия Емельянова, снижение общих показателей допущено из-за сложной ситуации в концерне тракторные заводы. Если бы предприятия концерна тракторные заводы сработали хотя бы на уровне прошлого года, то индекс промышленного производства в первом квартале текущего года по расчетам составил бы порядка 103-104%. Промотрактор-вагон в январе-марте текущего года было произведено 95 вагонов. В аналогичный период прошлого года – 1006. Сокращение объемов за ООО «Промтрактор-вагон» привлекло за собой снижение производства и на промотрактор «Промлит» на 80% сократилось производство чугуна и стали. Следует отметить, что в ближайшие месяцы ООО «Промтрактор» прогнозирует наращивание объемов производства. Имеются заказы на производство 135 единиц специальной техники на апрель текущего года и 139 единиц спецтехники на второй квартал. На совещании также обсуждали исполнение бюджета за первый квартал 2015 года, цены на продукты, а также ситуацию на рынке труда. Более подробное о женедельном совещании в нашем вечернем выпуске в 20 часов. В мае в Государственной Думе Российской Федерации состоятся Дни Чуваши. Подготовку к этому важному мероприятию обсудили на очередном заседании рабочей группы под председательством премьер-министра Чуваши Ивана Маторина. Выставка, презентация, круглый стол и многое другое планируется провести в рамках Дней Чуваши в Госдуме. Мероприятие запланировано на 12-15 мая. Покорять столицу отправится большая делегация, куда войдут руководители предприятий, представители малого бизнеса, а также деятели искусств. Выставка будет представлять пять блоков. Это культура, туризм. Первый блок. Второй блок – это достижения Чувашской Республики в области социальной политики. Это ответственный Минздрав за предоставление информации. Третий блок – это передовой опыт в области сельского хозяйства, зона экономики, промышленности, инноваций. Четвертый блок – спортивная Чуваши. И пятый блок – это центральная зона экспозиции. Это общая информация о Республике. На сегодняшний день материалы предоставлены от отраслевых министерств. И ведется работа по непосредственной подготовке и размещении этих материалов на стендах. Помимо всего прочего, на выставке будут представлены картины одного востребованного современного чувашского художника. Пройдет презентация народных костюмов. И, конечно, в течение выставки на двух панелях будет транслироваться фильм о нашей солнечной Чувашии. Кстати, вполне возможно, что Дни Чувашии посетит народный артист России Иосиф Кобзон. Также в рамках мероприятия планируется товарищеский матч по футболу между депутатами Госдумы России и членами делегации Чувашии. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Завтра, 21 апреля, состоится очередная сессия Государственного Совета Республики, на которой с отчетом о результатах деятельности Кабинета Министров в 2014 году выступит глава Чувашии Михаил Игнатьев. А в эти минуты в стенах парламента идет заседание Президиума Госсовета. Как нам стало известно, главным вопросом станет снижение зарплат парламентариев. Народные избранники планируют снизить себе жалования на 10%. Снижение затронет парламентариев, работающих на постоянные пенсионные условия. Таких в Государственном Совете 9. Эту инициативу нам прокомментировал Игорь Кушев, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам. Я всегда говорил, что я готов к этому морально в предыдущем интервью, а теперь готов к этому и материально. В ситуации, когда президент нашей страны и глава республики добровольно сами сокращают денежное вознаграждение на 10%, мы считаем, что было бы и неуважительно, и морально у нас таких прав нет. Не поступить так. Считаю, что когда страна такая, это нормально, это так и должно быть. Тем более, что речь только о высшем уровне управления, о высших управленцах. Это должен сам министр, наверное, и высшим. Поэтому считаю, что это нормально. Работа работников, аппараты не касается как. Люди рабочие, на дорогах чуть ниже места, тронутые инициативы не будут. Наша добровольная воля. Выпуск. Чебоксарская общеобразовательная школа номер 27 отметила свое 45-летие. Зрелый возраст как для человека, так и для учреждения. О том, как школа отметила знаменательную дату в нашем сюжете. После открытия 1 сентября 1969 года школа сразу стала не только образовательным, но и культурным центром строящегося тогда еще северо-западного микрорайона. Помимо учебы, учителя и учащиеся вместе проводят в неклассное время, встречаются с ветеранами, организуют кружки художественной самодеятельности, выступают на школьных и районных мероприятиях. Общественная работа продолжается и сегодня. Проектом «Дорога и добра» мы занимаемся уже много лет. И этот проект очень интересен для наших детей, для родителей. Поскольку школа является социокультурным центром, мы много работаем с социумом. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладоков – выпускник школы. И в этот юбилейный день он пришел не с пустыми руками. Глава города подарил сертификат на проведение благоустройства школьного двора. Архитекторы совместно с учениками вместе составят проект работ, заложив новую традицию учебной и общественной жизни коллектива. Популярность месту придаст и оснащение территории точкой доступа Wi-Fi. В ближайшее время специалисты к вам приедут. Придется включиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. Мы со своей стороны поможем, заложим добрую традицию и будем в этом месте отдыхать. Каждый год депутатский корпус помогает администрации школы в решении проблем. Очень много было сделано за последние три года. Это и уличное освещение стадиона, пришкольный стадион сделали, спортивные тренажеры установили, капитальный ремонт крыши сделали, ограждение, видеонаблюдение. Очень много перечислять нужно. Школа и в дальнейшем будет ввести работу в социальных и культурных проектах. А новое творческое пространство для учителей и учащихся станет хорошим подспорьем в этой работе. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. Только водохранилища и гидроузлы могут спасти Волгу от экологической катастрофы. Такое заявление было сделано на видеоконференции, объединившей Чебоксарскую, Рыбинскую, Нижегородскую, Жигулевскую, Саратовскую и Волжскую гидроэлектростанции. По данным специалистов, уровень воды Волги на 2,5 метра ниже нормы. В прошлом году тоже отмечалось маловодье, но тогда эта разница составляла метр-полтора. Такая ситуация потребует специальных мер экономии водных ресурсов. К примеру, с целью накопления воды в водохранилищах будут остановлены углическая и рыбинская гидроэлектростанции. В Чувашии февральские снегопады сулили большие объемы талых вод, но эти прогнозы не сбылись. Наступил месяц март, и он, как всегда, преподнес нам свой сюрприз. Если в предыдущие годы он добавлял именно снега на территории республики, то в этом году установилась антициклональная погода, и весь снег, минуя жидкую фазу, просто-напросто испарился. Сейчас у нас снега уже нету, остались только в оврагах, ну там на северных склонах, но это уже капля в море просто-напросто. И по прогнозам синоптиков, таких хороших осадков, которые бы как-то изменили ситуацию, не ожидается. То есть будут осадки. И сейчас вот уже начались, у нас установился обширный большой циклон, он практически на всей европейской территории России, и он будет ежедневно давать небольшое количество осадков, но я говорю, погода она уже не сделает. То есть половодие уже как таковой, пик половодия, будем говорить, все-таки же уже прошел. Сегодня, 20 апреля, в стране национальный день донора. Дата выбрана не случайно. В 1832 году в Санкт-Петербурге было сделано первое успешное в России переливание крови. Республиканская станция переливания крови приглашает всех желающих принять участие в донорской акции. Врачи утверждают, что донорская кровь необходима для многих заболеваний в области гематологии, онкологии, реанимации, хирургии, родильных домах и ожоговых центрах. Сегодня по всей республике проходит специальная акция, но сдавать кровь можно ежедневно. Главное, чтобы совпали несколько условий. Возраст от 18 лет, вес не менее 50 килограмм, бодрое самочувствие и хорошее настроение. Также необходим паспорт с пропиской на территории республики не менее 6 месяцев. Мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит сейчас во всех образовательных учреждениях страны. В 202-м Чебокстарском детском саду запустили цикл радиопередач «На встречу Победе». В радиорубку к юным ведущим заглянула и наша съемочная группа. Доброе утро! В эфире радиостанция «Чудо-город». Всем привет! И мы начинаем! Сегодня 12-й выпуск радиопередачи «На встречу Победе». Вот так встречают новый день в детском саду «Город чудес». Радиостанция работает здесь со 2 апреля. Вместе с воспитателями и музыкальным руководителем юные ведущие рассказывают о важных боях и сражениях, о подвигах советских солдат, включают песни военных лет. Наш проект, он нацелен на то, чтобы детки знали о подвигах наших предков, знали важные страницы истории. Мне нравится быть ведущим, потому что это здорово, и потому что это еще вообще классно, даже слов нет. Ведущие программы меняются каждый день. Прямой эфир – дело ответственное, и к нему надо готовиться. Меня выбрали ведущий, потому что у меня голос громкий. Вот самый курьезный случай был, когда вдруг сели батарейки, и просто мы вышли в эфир с перепадами. Это было необычно, потому что мы были к этому не готовы. Но вроде все разрешилось. Во время эфира жизнь в детском саду как будто замирает. Ребята забывают об игрушках и слушают программу «На встречу Победе», буквально раскрыв рты. Так как информация подается простым языком, она легко запоминается. И вот пятилетние мальчишки и девчонки рассказывают о войне совсем как взрослые. Радио всегда громко сообщало о событиях на флоте. Из радиосообщений люди узнавали о ходе боевых действий. Для многих радио играла роль своеобразного будильника. Радио не выключали, боялись проспать на работу. А в «Городе чудес» радио стало своеобразным учителем истории и воспитателем. Ведь пока мы будем рассказывать детям о войне, подвиг советских солдат не забудется. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. В течение четырех дней в Чебоксарах сильнейшие представители спортивной аэробики страны демонстрировали свое мастерство на чемпионате и первенстве России. На кону участие в Европейских Олимпийских играх 2015 в Баку. Как проявили себя гимнасты Чуваши узнала наша съемочная группа. Выступление нашего Алексея Германова, чемпиона мира прошлого года, с нетерпением ждали все участники и зрители. Правда, от интервью во время соревнований спортсмен воздержался. Плохая примета. Вообще, атлеты Чуваши в последние годы показывают серьезные результаты. Всего на соревнованиях был разыгран 21 комплект наград. И на счету спортсменов-хозяев, а это 35 человек, одно серебро и три бронзы. Эти победы позволили многим спортсменам присвоить звание кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. У нас в сборной России много ребят, представителей Чуваши во всех возрастах. И в 12-14, и в 15-17 лет, и во взрослой команде. Очень хорошие спортсмены. В таких условиях тренироваться, я думаю, что результат показывают они. Именно потому, что хорошие условия созданы для развития этого вида спорта. В этом году спортивная аэробика празднует 20 лет с момента проведения первого чемпионата мира. В честь этого события все участники соревнований устроили яркий флешмоб. Соревнование в Чебоксарах посетила участница первых стартов мирового масштаба, вице-президент Всероссийской Федерации спортивной аэробики, пятикратная чемпионка мира Татьяна Соловьева. Вообще, это флешмоб придумали фишевские деятели наши, для того, чтобы ребята все-таки могли вместе общаться весь мир. Поэтому всем прислали на телефоны вот эти упражнения, вот это. И вместе весь мир выйдет на помост и будет делать одинаковые упражнения, что Индия, что Китай, что Азия, Европа и все остальное. Поэтому мы очень довольны, в принципе, не очень сложно и очень весело. И ребятам, и нам. Уровнем проведения первенства и чемпионата России по спортивной аэробике на Чувашской земле представители Всероссийской Федерации остались довольны. И в следующем году решено провести чемпионат страны тут же. Хотел бы поблагодарить город Чебоксары за прекрасное проведение. Всероссийская Федерация доверила этот старт, и он оправдался. Так как Чебоксары очень часто являются организаторами всероссийских турниров, но чемпионат России они взяли первый раз. И надежды наши оправдались, то есть организация на высшем уровне. В Чувашии ежегодно проводятся многочисленные соревнования различного масштаба, заметил глава республики Михаил Игнатьев. Нам оказано огромное доверие. Мы проводим разные соревнования на Чубашской земле. Но в то же время спортивная аэробика имеет свою недавнюю историю. Это молодой вид спорта. Но жители Чувашской республики, молодые наши девушки и юноши, даже детки с каждым годом все больше и больше вовлекаются данный вид спорта. И то, что Федеральное министерство спорта, Всероссийская федерация по спортивной аэробике доверили нам провести это соревнование, это с одной стороны ответственность. Всего соревнования в этом году посетило около 700 человек из 28 регионов страны. Старты следующего года обещают быть не менее многочисленными и зрелищными. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Подробная картина дня в вечернем выпуске программы Республика в 20 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова